МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день, 29 марта, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Итальянский врач-анатом, физиолог Санторио Санкториус и последний гетман Украины генерал-фельдмаршал Кирилл Разумовский. Десятый президент США Джон Тайлер и российский физиолог Алексей Филомофицкий. Российский ученый-юрист Сергей Зарудный и один из основателей социал-демократической партии Германии, ученик и соратник Маркса и Энглиса Вильгельм Липкнехт. Английский эгиптолог Аллен Гардинер и советский кинорежиссер Владимир Корж-Саблин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 29 марта. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в истории человечества был отмечен следующими событиями. В 1461 году, в период войны Алой и Белой Розы, произошла самая кровопролитная битва за всю историю Англии. Битва при Тоутоне. А в 1795-м немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен впервые дал концерт в Вене. В 1812 году российский реформатор Михаил Спиранский был уволен в отставку, обвинен в предательстве и сослан в Нижний Новгород. А в 1847-м Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В 1886 году в Атланте доктор Джон Пембертон создал Кока-Колу. А в 1891-м император Александр Третий подписал рескрипт о строительстве крупнейшей в мире Транссибирской железной дороги. В 1940-м году приказом Народного комиссариата обороны была создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС. С 1968 года – Военно-воздушная академия имени Гагарина. А в 1945 году войска Третьего Украинского фронта в результате стремительного наступления вышли на австрийскую границу. В 1967 году была спущена на воду первая французская атомная подлодка. А в 1973-м последние американские солдаты покинули Вьетнам. В 1974 году американский космический корабль сделал фотографии планеты Меркурий. А в 1987-м в Москву с четырехдневным визитом прибыла премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Сегодня 29 марта. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 29 марта 1728 года в украинской крестьянской семье родился Кирилл Разумовский, будущий граф, генерал-фельдмаршал, президент Академии наук, последний гетман Малороссии. После возвышения брата Алексея, замеченного императрицей Елизаветы Петровной, мальчик был отдан на обучение. В 1743 году Кирилл отправился для получения образования в Германию и Францию, а годом позже был возведен в графское достоинство. В Берлине он учился у знаменитого математика Эйлера, потом слушал лекции в Геттингене, объехал Францию и Италию, затем вернулся в Петербург, где был сделан действительным камергером. В 1746 году он был назначен президентом Императорской академии наук. В рассуждении, усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства. В тот момент ему было всего 18 лет. В 1750 году Разумовский был возведен в звание гетмана Малороссии. Специально для него было восстановлено упраздненное перед тем гетманское достоинство. Первые шаги деятельности Разумовского возбудили справедливые жалобы на месте и неудовольствие государыне. Он стал пользоваться своей властью для обогащения своих родственников. В 1754 году гетман явился в Москву ко двору. Затем он переехал вслед за императрицей в Петербург. Только к 1757 году гетман вернулся в Малороссию и выхлопотал прибавку жалования для запорожских казаков. В том же году Разумовский снова вернулся ко двору и занимался с одной стороны делами академии, а с другой проектом учреждения университета для Малороссии в Батурине. Ко времени смерти Елизаветы он снова приехал в Петербург. Кирилл Григорьевич принимал участие в дворцовом перевороте 1762 года вместе с Измайловским гвардейским полком, которым он командовал. После восшествия на престол Екатерины II Разумовский оставался при дворе, пользуясь полным доверием новой императрицы. В 1763 году он снова вернулся в Малороссию и горячо принялся за окончание начатых реформ. Тогда же был поднят вопрос о наследственности гетманства вроде Разумовских. Однако императрица, узнав о намерениях Разумовского, очень рассердилась. И тогда же решила упразднить гетманство в Малороссии. Гетмана вызвали в Петербург. Государыня потребовала у него прошения об отставке. Разумовский долго колебался, но, наконец, должен был послушаться. В ноябре 1764 года вышел указ об уничтожении гетманства. Разумовский получил чин генерала-фельдмаршала и много имений в Малороссии. Его положение стало затруднительным в связи с тем, что Екатерина II постоянно стремилась к уменьшению и уничтожению политической автономии всех окраин, в том числе и малороссийской. Последние годы жизни Разумовский провел в своем имении под Москвой, а затем в Малороссии. 29 марта 1848 года в Псковской губернии родился Алексей Куропаткин, будущий военачальник. После окончания кадетского корпуса Куропаткин учился в Павловском военном училище, откуда был выпущен подпоручиком, и направлен в Туркестан, где в 1866-71 годы участвовал в завоевании Средней Азии. Позже Алексей Николаевич продолжил образование в Академии Генштаба, которую окончил первым по списку, получив научную командировку в Германию, Францию и Алжир. Он принял участие в экспедиции французских войск в Большую Сахару и за отличие был награжден Орденом Почетного Легиона. В 1875 году Куропаткин вернулся в Россию и был назначен в Генштаб, но по собственной просьбе отправился в Туркестан, где участвовал в завоевании Каканского ханства. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов он был ближайшим боевым соратником генерала Михаила Скобелева, который так отозвался о своем подчиненном. Он очень хороший исполнитель и чрезвычайно храбрый офицер. Он храбр в том смысле, что не боится смерти, но труслив в том смысле, что он никогда не в состоянии будет принять решение и взять на себя ответственность. В 1883-90-е годы Куропаткин служил в главном штабе. Его произвели в генерал-лейтенанты и назначили начальником Закаспийской области, где он проводил политику русификации и проявил себя способным администратором. В 1898-1904 годах Куропаткин занимал пост военного министра. Затем он являлся главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке. Нерешительность, невнимание к моральному состоянию войск, стремление выполнять указания из Петербурга все это породило неверную стратегию Куропаткина и стало одной из причин проигранной русско-японской войны 1904-1905 годов. После ухода в отставку весной 1905 года он находился не у дел аж до Первой мировой войны. С 1915 года Куропаткин был назначен командующим гренадерским корпусом, потом 5-й армией, а в 16-м году недолго командовал войсками Северного фронта. С июля 16 по март 1917 года Куропаткин был генерал-губернатором Туркестана и руководил подавлением среднеазиатского восстания в 1916 году. После февральской революции 1917 года генерал от инфантерии Куропаткин был отстранен от должности и уволен со службы. Последние годы жизни Алексей Николаевич провел в родовом имении, учительствуя в местной школе, построенной когда-то на его деньги. В 1918-1919 годах он отказался как от участия в гражданской войне, так и от иммиграции во Францию. Перу Куропаткина принадлежат военно-географические труды, а также книги и брошюры по военно-стратегическим вопросам. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова